Это Пинзера, Баладзо, Декири. И только тоже не бог весь с уважением отнестись к этому замечательному специалисту. Итак, стартовая Брасмель игра началась. Давайте смотреть. Канадцы также выпускают свою ударную тройку. Вот как раз с капитаном Гру под девятнадцатым номером он в старте и он в центре. Так будем постепенно с канадцами тоже мы знакомиться. В этом стартовом сочетании девятый Фортье слева-справа тринадцатый Пулен. В защите начинают матч у канадцев под четвертым Бержерон и двадцатый номер Бэрон. Два защитника. Но, тем не менее, атака нашей сборной продолжается. И первая Брасмель. Из игроков, которые выступают в лиге КВБ. И Егор Соколов под тринадцатым номером сейчас тащил шайбу чужим воротом. Здесь попал Никита Зоркин под вот этот силовой прием. Но все нормально с нашим защитником. И вот дальше после этого силового самое главное, что Соколов уже прорывался. Наш защитник играл недостаточно растороплен в этом эпизоде. Потеряли мы шайбу и могла возникнуть опасность. То есть она и возникла. Степан Остров сказал. Симонова активно атаковался. Спины отобрал олигару. Выложил под бросок. Ну и Саев здесь здорово так устоял на ногах. Но, тем не менее, пас вдоль ворот. Могла шайба срикошетить. Но не срикошетила в ворот. И попытка перейти в атаку. Канадцы поактивнее пока. Но на правах хозяев. В любом случае, наши должны приспосабливаться. Немножко не так давно мы прилетели в Северную Америку. Но всего-то на всего три дня назад. Ой. Так, да. Выскочила шайба. Бросок от синия. Не доходит шайбы до ворот. Жалко. Потому что там еще не факт, что грозил. Так уже сориентировался. Передача сейчас налево тоже не проходит. Но, в общем, неплохая пока смена. У нас в атаке. Телегин на синей линии с шайбой разыгрывает. И пока что с Грошевым, с партнером. Но и пока... Мы понимаем, что Ла Френье в своих 18-х... Ну, видимо, эту лигу уже перерос в молодежную. Потому что там, когда идет по графику человек в среднем два очка за матч. Это понятно, что потенциал не очень большой. Вот тут-то и нарвался как раз Зоркин. Да, на второй подряд силовой прием. Ну, ничего, что Клебека наших прессинговали. Но, тем не менее, остается шайба у сборной России. Хорошая передача и бросок. Но этот бросок слишком. Таратировать свой состав. И завтра, наверное, уже будут другие. Мы сейчас посмотрим еще раз на подползина. Его момент в атаке. Сквозь гравелла шайба пролетела. Гравелл вообще в прошлом сезоне получил приз лучшему вратарю. Мемороматургия матча. Просто обратите внимание. Мы, естественно, используем свои сильные стороны. Хорошее катание опять. И его все равно видно. И именно в качестве катания, я думаю, мы даже в большинстве страны канадцев превосходим. Егор Соколов. То есть вот вся первая тройка Слофриньей по рейсу с Овгороднием. Вот они лучшие бомбардиры лиги. А на четвертом месте Егор Соколов, который уже играет в другой команде. Забивать можно. Да, 1-0. Александр Хабанов. Но, во всяком случае, сейчас и пас проходил, и защитник успел бросить, и второй раз успел сыграть. И после этого здесь Хованов разобрался здорово. Конечно, на паузе. Но я бы отметил здесь в первую очередь Степана Островского, который бросил, не выключился из борьбы. И второй раз вступил в эту борьбу. И фактически он ее и отправил. Вот, посмотрите. Вот второй раз он включается в борьбу. Ну, и здесь он прекрасно на паузе уложил вратаря Хованов и забросил эту шайбу. Да, Александр Хованов выступает за Монтон в лиге Квебека. Так он в лиге Квебека. Ну, здесь опасный момент у наших народов. Пролетает человек с удивительной историей. Он наполовину японец, но при этом родился в Австралии. Потом он... Ну, у него родители все-таки канадцы, да, и он... Были ситуации, когда вот эти, ну, скажем так, молодые ребята слишком рано бросок. Сейчас очень легко фиксирует гравель. Слишком рано начинали играть, в том числе, Иднацар. Давайте посмотрим еще раз. Вот здесь налево шайба отскакивает. И Александров в итоге бросает. Там Балдюк на пятаке. И от него шайба отлетает. Вару. Прекунта остается. Канадцы побежали вперед. Лавуа сближается. И здесь Исаев уже выручает нас. И еще бросок снова Исаев в игре. И опять же подбор за канадской командой. Последние секунды проводит Лига Квебека в атаке. Вот сейчас уже мимо Варуа шайба пролетела. И напоследок заблокирован бросок Соколовым. И вот теперь уже звучит сирена. Первый период завершен. 1-0. Наша сборная выигрывает, что приятно. И отправляемся на перерыв. Россия, 9-10. И вот теперь у нас есть Соколовый период. Соколовый период. Соколовый период. Да не, нормально все. Так он поднялся. Защитник из подмосковного Витязя. И вот дальше атака. Здесь Пуленков уже не позволяет все тому же Гру. Приняв шайбу, бросить поворотом. Нападение не добирали. Вот теперь может быть. Завгородний смещается. И не получилось. У него с неудобной руки бросить поворотом. Так уже уехал там чуть дальше. Но зацепились за шайбу. Соколов на синюю линию отдает. Наброс оттуда. Здесь Завгородний. Добрался до шайбы. Верной России. Некоторая статистика доступна. Типа бросков в створ и количество выигранных вбрасываний. Вот эти можно встретить. Было бы интересно посмотреть на количество силовых приемов. Но все Гру. И тот поехал. Потому что по правилам СИИЧЛ и НХЛ распредупреждают, меняется человек. Но здесь остается тот же самый аутизопасный момент. Бросок и гол. Это уже Габриэль Фортье сравнивает счет в матч. Сборная Канады. Вот давайте посмотрим. И вроде бы даже вбрасывании-то выиграли мы. Если только это не было задумано с самого начала. Но попало роскошно, конечно, в дальнюю девятку. Ничего не скажешь. 1-1. Да, еще раз этот эпизод. Габриэль Фортье. 19-летний нападающий. Он на контракте уже с Тампой. Ну, пока, понятно, выступает здесь вот в Лиге Квебек. Капитан команды своей команды. Перевели мы игру хотя бы в зону канадской команды. Так, вот Лигар. Вот дальше Симоно объезжает в ворота. И под бросок открывался Фортье. И Ртищев успел отработать. Ползин, Морозов, Савунов. Под Ползин. Он сам пытался пробраться к воротам. Шайба отлетела к Гравелу. И... А вот сейчас уже можно. Сейчас хороший обыгрыш. И передача. И можно бросать. И, может быть, чуть затянули. Ну, вот бросок. Наконец-то бивание. И штанга там спасает канадцев. Вот Иван Морозов мог выводить сборную России вперед. Ну, вот как только мы с Шайбой начинаем играть в чужой зоне, сразу мы создаем моменты. Сразу же канадцам сложно. Как только проходит, у нас... Большинство тоже стали моменты создавать. Так, вот сейчас момент у канадцев. И справа есть. И вот бросок. И Сайф нет. Не сумел достать И Сайф. И канадцы... Давайте еще раз смотреть. Пока смотрим, как в атаке сборная России себя проявляла. И вот это вот Александр, вот все-таки вот тот момент. Опаснейший. А потом... А, вот, вот почему так вышло, да. Пошел применять силовой прием наш защитник. Применить он его применил. Но уже нападающий избавился от Шайбы. А дальше хорошо разыграли. Безусловно, это будет вот такую простую комбинацию. Канадцы и счет изменился на 2-1. Удержал Бабинцев Шайба. Вот это опасно. Снова партия бежит на правой передаче. Там отработал уже в защите Бабинцев. Он их не позволил канадскому игроку сразу принять Шайбу. И, более того, вытеснил его потом в среднюю зону. Это Пулен. Под 13-м номером. Вынужден был откатиться назад. Вот нам его сейчас тоже активно показывали. Это все фотографии. Там Слав Приньер, с Пуленом. Еще с другими игроками. Пулен на контракте. На подписан также уже с командой Питтбург Пингвинс. Но пока продолжает, естественно, выступать еще в юниорской лиге. Совсем неплохо, но к этому тоже, наверное, нужно привыкнуть. Здесь не было удаления. Грошин здесь в чужой зоне проводит. И передачу успевает отдавать. А сейчас у нас потеря. И в итоге это приводит к большую опасность. Подставился там под Шайбу. И Хованок принял ее на себя. Остается шайбом нашей зоне еще бросок. Вот сейчас Кипр действительно откровенно спас. Ну, а дальше... Это может быть и к лучшему. Я, кстати, должен сказать. Это снова первая тройка канадской команды на площадке. Еще раз напоминаем. Здесь Форте, который забил Гру и Пулен. Вот так выглядит ударное сочетание канадской команды. Ну, и повтор эпизода. Геннесс от Синиринии вперед. И вот из залицовой передачи на партии. Там Исаев. А, Исаев, клюшка, так еще отмахнулся. Здесь сам наш хоккеист травму получил. Ой, 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 штат за спиной у Исаева. Шайба не видит он ее. Исаеву в воротах наших оказывается. Ну, вот из наших хоккеистов травму получил там походу. Ну, и вот здесь, смотрите. Вот. Пошел в силовой прием Астровский. Не попал, то, что называется. Вот, обидно очень. Вот вроде бы Исаев уже лег. Вроде бы наш защитник тоже там подъехал. Так под братаря шайбу подгребал. Ну, да, шайба под тобой смотрел в этой ситуации. Но свистка не прозвучало. И вот тут. И просто просынул свою клюшку Лавуа и затолкал. Ну, я не знаю. Чисто теоретически, может быть, там можно претендовать на помеху вратарю. И попросить. Ну, или на атаку. Он там стал лучшим снайпером в плей-офф. 20 шайб человек забросил до 23 матча в плей-офф. То есть не просто там статистику набил себе в регулярке, а еще и в плей-офф действительно. Ну, завелись тут, да, наши. Тут этот эпизод имеет историю. Да, вы, наверное, вот сейчас смотрите и видите, что эпизод имеет историю. Ну, просто поскольку, поскольку был очень жесткий силовой прием. Хотя против Данилы Валитова. И Валитов завелся в конце и уже полез в драку с обидчиком. Этот эпизод наверняка нам покажут сейчас с самого начала. А, нет, уже не в начале. Ну, тут высоко поднятая клюшка у Легара, конечно. Вот, но так или иначе. Канадцы играют пока в свой хоккей. Нам походим в зону. Опять за ворота закатываемся. И опять передача. О, хорошо! Шайба в ворота Хованов. Роскошная передача, да. Еще раз за Хованова, который два очка уже набирает. И вот передача на Завгороднева, который, несмотря на качество Бержерона на пятаке, поражает ворота канадской корни. Замечательный пас. Да, действительно, сыграно очень здорово. Очень остроумный изобретатель. В таких случаях Женя Кузнецов очень любит такую передачу делать на ближнюю штангу. Закатывает за ворота. Правда, не с неудобной руки, а еще более скрытую, как раз прямо с крюка, клюшки. За 4,9 секунды отыграли мы гол. Да, это действительно очень хорошо. Совершенно с тобой согласен. Гол в раздевалку. В ситуации 1-3. Она меняется на 2-3. Но, опять-таки, отличилась, да, то самое регионерское звено. Да, да, да. Отправляемся на перерыв. 2-3 проигрываем. Проиграли период 1-3. Но, безусловно, и шансы есть, и игра. Любопытная, захватывающая. Смотрим ее после 15-минутной с небольшим паузер. Смотрим ее после 15-минутной с небольшим паузер. Мы начинаем переходить в себя и начинаем даже каким-то преимуществом владеть. В большинстве мы поиграли во втором периоде. Но вот начало периодов. Пока за канадцами опять. Видите, какая опять длинная пауза. У нас какой-то такой раскат начинается в нашей сборной. И канадцами нам не дают его возможность спокойно его прыгнуть. Да, вот этот момент опасный уже в третьем периоде. Там из-за ворот Мерсер получил шайбу. Бросал Исаев отбил. И еще один бросок. Это уже в итоге сбрасывал. Максим Грошев бросал. Вот здесь отмечаем Грошева, который боролся там за лицевой линии. Балдюка нам показывает, что там произошло. Вот тут мимо Балдюка Савунов как раз прокатывает. Балдюк правила нарушает. Ну да, оставился. Зоркин на синей линии направо переводит. И бросок Зоркина. Там от клюшки канадского игрока шайба летит. Уже мин в ворот. Зоркин на синей останавливает. Слева Соколов. Обратно Зоркину. Соколов. Вот пока не пока и разыгрывал шайбу между собой. Перевели направо. Там Хованов. На лицевой хороший бросок. И штанга сейчас помогает канадцам. Разыграли превосходно сейчас эту комбинацию. Бросал Завгородний снова. И теперь уже не на Завгороднего, а на Соколова. На его подключение. Но там клюшку успевает защитник выставить. Так что пас не проходит. Но шайба по-прежнему в зоне канадской команды. Хованов получает передачу. Продолжаем мы разыгрывать. Вот отсюда все. Хованов за лицевую. Отдает оттуда. Уже следовали передачи обостряющие. Но теперь канадцам удалось вывести шайбу из зоны. Довольно быстро возвращаемся обратно. Хованов снова справа. Занимает позицию. Александр поехал за лицевую линию. И с меня произошла. Под Колзин вышел. Частично поменяли бригады. Кого успели. Савунов. Под Колзин вышли. И под Колзин на синюю линию. На синей линии также у нас поменялся защитник Антон Малышев там теперь. А не Зоркин. Средний канадцы вывели. Чуть менее 30 секунд. Арбитр понять можно. Удаление примерно такое же. Вот здесь уже можно было руку поднимать. Да, очевидно. Именно за это был Дюкай. И наброс. В сторону ворот. Ох, опасно очень. Повезло, что так. Да, Пулен там на пятаке очень активен. Не попал в створ. И канадцы продолжают разыгрывать шайбу в большинстве. Находясь в зоне сборной России. Мерсер от правого борта на синюю линию. Бержерон. Мерсер налево. Здесь не удается подстроиться Лавуа под бросок. Набрасывает от синия снова Бержерон. Слева Лавуа снова. И... Броска в ближний угол. Но тут спокойнее может быть. Там уже после остановки встречи начал пихать Гордеев соперника на пятаке. И повтор наброс Бержерон. И вот Пулен в борьбе с Исаевым не попадает в створ. Павинцев там помог в этой ситуации Брадарю своему. Да, смотрим, как это все происходило. Хотя в том возрасте, в котором сделана эта фотография, очевидно, там о драфте чикагского еще никто не думал. Вот бросок Хованова. Опять не сайба у ворота. Да, смотри-ка, залетит ситуацией. А я еще в начале матча сказал, что мне не очень нравится уверенность вратаря. Но здесь молодец и Соколов, да? Это очень простая, в общем-то, комбинация. Но это тот случай, когда не выручил вратарь. Ну и от плюсы Хованов вот эту передачу из лицевой линии. Там вроде бы Бержерон перед ним. Но, тем не менее, Хованов получает эту шайбу. Бросок юниорской сборной России на Чикатимир 2018 года юниорской. Это попытки от Джастина Бэрона. Бросок. Канадцы выиграли в браслоне. Тут бросок аж с клюшкой из Ивгороднего шайбы вместе летит туда, в сторону наших ворот. И Исаев вот прям уж далеко туда заполз. Да, действительно, даже клюшку оставил, да. А вариантов-то уже не было. Потому что если бы шайбу не зафиксировал, ворот пустые. Так, смотрим. Смотрим. Сейчас этот пузов. Партнеры поближе. А вот перехват в зоне атаки. Это Хованов опять же, но не прошла передача в центре. А вот теперь на пятаке шайба в воротах. Ничего себе. Ну вот теперь точно можно вторую штуки. Трик получается. Вот он шайбой. Ну тут, конечно, с такого дальнего ракурса. Пойди разбери. Завгородний на пятаке. Ну, очень похоже. Отметим здесь Балдюка, который сделал подарок Хованову. И вот. Да, от вратаря, по-моему, залетел. Тогда это хет-трик. А может быть от защитника? Ну, в любом случае хет-трик. Да. Главное, чтобы не от Завгородни. Тогда хет-трик Хованова. Ну, давайте дождемся, может быть, объявлений сейчас. Сейчас, но пока не удается этого сделать. Канадцы выбрасывают и вот лопит, да? О, как лопнул, не на шайбы. Олигарх пытается здесь выкути. Может быть, он, конечно, еще вернется на лед. Не хотелось бы. Во всяком случае, сейчас он ушел со льда. 6 на 5 играют мы против канадской команды. И сейчас самое главное, это даже не столько что-то такое там создавать, сколько просто разрушать, не давать бросать. Это понятно. Перевод шайбы на защитника. И бросок следует. Блохирован бросок все тем же Артищевым. Слово говоря, вот мы сегодня про него говорили уже. Аккуратный выброс получится. Нет, все-таки проброс. Не получился. Показывает Ротенберг, что в этой ситуации можно было давно эту шайбу забирать. Артищевым. И после проброса и вот тут вбрасывание. Кто заберет шайбу? В итоге на синюю линию она отскакивает. Здесь справа останавливает ее Фуарьер. Фуарьер дальше перевел ближе к лицевой линии. Снова Фуарьер останавливает на синий. Отскакивает шайбу в центр. Зоны вывели. Вывели в среднюю. И без проброса, что очень хорошо. Да, и есть возможность здесь уже поменяться тем, кто устал. Тем, кто еще до проброса был на площадке. Надо держать. Все, все, выигрываем мы первый матч этой серии. 4-3, вернувшись в эту игру с 1-3, между прочим, и одержав победу в основное время. Что тоже важно при потом почете очков, когда мы будем определять, кто победил в этой серии по итогам шести матчей. Ну и Александр Хованов, очевидный герой этой встречи. Две шайбы, две результативные передачи. Хотя всю команду стоит похвалить. После такого переезда, перелета первые.